Смерть в пустыне Книга числа 16 глава с 12 по 22 стих И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов Елиава. Но они сказали, не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей всех ты хочешь ослепить, не пойдем. Моисей весьма огорчился и сказал Господу, не обращай взора твоего на приношение их. Я не взял ни у одного из них осла и не сделал зла ни одному из них. И сказал Моисей Корею, Завтра ты и все общество твое будьте пред лицем Господа, ты, они и Аарон, и возьмите каждый свою кадильницу, и положите в них курение, и принесите пред лице Господне каждый свою кадильницу, двести пятьдесят кадильниц, ты и Аарон, каждый свою кадильницу. И взял каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и всыпали в них курение, и стали при входе в скинию собрание, также и Моисей, и Аарон. И собрал против них корей все общество ко входу скинии собрания, и явилась слава Господня всему обществу. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, Отделитесь от общества сего, и я истреблю их в мгновение. Они же пали на лица свои и сказали, Боже, Боже Духа в всякой плоти, один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество? Размышления, часть первая. Старые добрые времена. Книга-числа, шестнадцатая глава, с двенадцатого по пятнадцатый стих. Случалось ли вам испытывать ностальгию по старым добрым временам? Опасно думать о прошлом лучшее, чем оно на самом деле, потому что это может привести к неблагодарности и неудовлетворенности. В стихах 12.14 Дафан с Авероном смотрят на свои нынешние проблемы и преувеличивают, насколько сейчас все плохо по сравнению с прежней жизнью в Египте. Хотя там они и были рабами, то время кажется им все лучше и лучше, по крайней мере, тогда у них была хорошая еда. Они перестают смотреть на Бога, сосредотачиваются на обстоятельствах и совершенно теряют перспективу. Находите ли вы радость в своих нынешних обстоятельствах? Божья воля для вас в настоящем. Не оглядывайтесь на свое «славное» в кавычках прошлое и не живите будущим. Храните взгляд на Бога и правильно смотрите на вещи. Размышления, часть 2. Просьба Моисея о милости. Книга числа, 16 глава, с 16 по 22 стих. Моисей предлагает бунтовщикам испытание, которое покажет, кого Господь изберет себе в священнике. Каждый из 250 бунтарей должен прийти ко входу в скинию собрания со своей кодильницей. Металлическим сосудом, который священники используют в служении для вознесения курений. И только им, священникам, позволено входить в скинию собрания. Так что появление там этих людей с кодильницами в руках очень дерзкий поступок. Бог так разгневан на них, что готов сурово наказать все собрания. Но Моисей с Аароном умоляют помиловать народ. Так же, как Моисей ходатайствовал за израильтян, Иисус ходатайствует за нас. Мы прощены и приняты Богом только благодаря милости, явленной во Христе. Не воспринимайте, как должная возможность стоять перед Богом. Воздайте Богу славу за Иисуса, который ходатайствует за вас, и который полностью заплатил за ваше помилование. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!